Майдан Референдум в Крыму на жизнь революционной площади хоть и не повлиял, но о нем говорят как уже о свершившемся факте, а главу России даже не называют по имени На самом деле референдум незаконен, это уже признало и ООН, и все международное сообщество, так что результаты его были известны еще вчера, признавать его никто не собирается, а дальше будет делать карлик московский По обстоятельствам это почти 10 миллионов человек, которые готовы вступить в ряды национальной гвардии Майдановцы говорят, что записаться добровольцами приходят даже подростки Отряды самообороны Майдана требуют от властей Украины включить их туда и дать им оружие Они ждут всеобщей мобилизации, чтобы защитить страну от российской агрессии Не хватает оружия, мы просим у партнеров, у кого угодно, у всего мира, кто нам даст оружие, просто нам дать оружие, нам больше ничего не надо Потому что начиная с Кравчука, если делать люстрацию, надо начинать с первого президента, который продал флот, весь западные войска, которые находились в соцлагере, нашу часть, все попродавали Кравчук, Кучма, все остальные президенты, которые развалили армию И мы сейчас просим только оружие, больше нам ничего не надо Хотя так на Майдане думают не все Есть люди, считающие, что необходимо использовать даже малейшую возможность решить конфликт мирным путем Но на всякий случай предлагают вывезти из Крыма женщин и детей Но самоопределение полуострова нужно отдать в его собственные руки Там очень много пенсионеров, там очень много бюджетников, там очень много людей, которые зависят, в принципе, от государства Как это все будет переходить, как они перейдут в Россию, как они могут быть независимым государством, республикой, как они этого хотят Понимаете? Я считаю, что они меняют шило на мыло, потому что поменяв Януковича на Аксенова, у них ничего не изменится, у них еще хуже будет Где здесь Россия увидела бояков, бандеровцев, националистов А, кстати, националистам быть очень хорошо Это патриот Украины, националист Это в советское время националистам, украинским, было быть плохо Но российским всегда было хорошо Мы против войны, конечно, все И будем защищать до последней капли крови Вся интеллигенция, женщины, подростки, все Встанем на защиту нашей Родины За нами правда, за нами победа В полдень на Майдане начинается митинг Флаги разных стран в руках их граждан, как символ поддержки Мы вас любим, мы с вами Эти слова на разных языках мира на площади встречают овациями Впрочем, на Майдане в воскресенье звучали Не только такие миролюбивые речи Были призывы отправить в отставку депутата Верховной Рады и министра внутренних дел Арсена Авакова И даже все правительство в полном составе Тут говорят, что если новая власть не начнет предпринимать реальных действий То не за горами еще одна революция На днях украинское правительство приняло решение о создании национальной гвардии В количестве 60 тысяч человек Кроме того, на заседании правительства Премьер-министр Арсений Яценюк удовлетворил просьбу министра обороны О значительном увеличении финансирования вооруженных сил страны В ближайшее время на финансирование армии Будет выделено 6,8 миллиарда гривен Для этой цели правительство планирует сократить расходы В других сферах, в том числе и социальной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok